В Мегаполисе продолжается Транссибирский арт-фестиваль. Сегодня юбилейный концерт к 70-летию струнного квартета имени Бородина. Моя коллега Наталья Отсойпина побывала на мировой премьере. Две недели в Новосибирске у Вадима Репина расписаны по минутам, но от внеплановых интервью не отказывается, хотя до мировой премьеры меньше часа. Чтобы произведение понравилось, чтобы оно полюбилось, и чтобы коллеги тоже в будущем, может быть, обратили на этот концерт внимание и поставили свой репертуар, а во многом зависит, конечно, от сегодняшнего исполнения. В концертном зале имени Арнольда Каца настоящие ценители искусства. Многие помнят Вадима Репина и еще Вадика. Думали, кто лучше, Антон Бараховский или он. Антон был, его симпатичнее мама одевала, он выглядел симпатичнее. Но вскоре все стали понимать, что все-таки Репин, Вадим лучше. Есть и те, кто Вадима Викторовича увидит впервые. Например, 9-летний Максим Рыбкин, начинающий скрипач. Мне нравится от всего названия скрипка. Она скрипит, вот такой звук прям плавный, ласковый. Де Профундис, концерт для скрипки с оркестром номер 3, написан по просьбе самого художественного руководителя Транссибирского арт-фестиваля. Композитор Лера Ауэрбах рассказывает, с начальной школы знала, что с Вадимом Репиным у них когда-нибудь обязательно будет творческий тандем. Захар Брон приехал в Челябинск, привез свой класс, в том числе Вадик был. Я хорошо помню, просто вот такую вот совершеннейшую уверенность, как только я его услышала, что когда-нибудь я ему напишу концерт. Партитуру Лера Ауэрбах заканчивала еще в начале марта, так что произведение с пылу с жару. Сроки сжаты, и потому концентрация была необходимо невероятная. С душой приняли концерт и оркестр, и зрители. Наталья Цопина, Константин Менин, Новости ОТС.